Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Камказа продолжает свою работу с вами, я Гелла Басадзе. И сегодня у нас особый эфир, специальный, с хорошим знакомым и любимым нами Рамизом Винуссом. Приветствую, Радис, очень рад вас видеть. Гамар Джеба, дорогой Гелла, витаю вас, дякую за запрошение, салам алейкум. И в самом начале эфира позвольте поздравить вас и весь грузинский народ, болельщиков футбола, с победой Грузии, с выходом Грузии в финал Европейского чемпионата. То есть это большое событие для Южного Кавказа, параллельно вместе с Украиной. Но Грузия, так сказать, и лично для меня очень близкая родная страна, потому что я с детства, можно сказать, с молодостью, это моя самая... Вот когда, единственное, что мне трудно было, когда Нефчи играл с Динамо Тбилиси, да. Вот тогда мои симпатии были на стороне Нефчи. Но, опять же, не на том уровне, как когда играет Нефчи с другими командами. А когда со Спартаком? Ну, опять же, да, я просто говорю о том, что мое отношение к Динамо Тбилиси, да, это моя любимая команда, была так, потому что мой любимый игрок был Давид Кипиани, царство его небесное. И когда, я, понимаете, вот все это вспоминаю, когда увидел это, я моментально вспомнил этот матч, финальный матч, который с Карл Сейсом был два... Я по сегодняшний день даже состав команды помню, там, вот Аргабелия, Тамас Костава, Кизанишвили, вот Сванадзе, потом Сулаквилидзе, Виталий Дараселье, я уже не говорю, это сам Валерий Гусаев, это сам Ромар Шенгелье и Давид Кипиани, да, и сестра. А тренер, а в замене был еще этот, Кокелашвили потом вышел, когда гол забили. А Нодар Парсаданович Ахалгаса был тренером. То есть, представьте себе, как это у меня впилось, более по номерам их всех помнит. А комментировал Котэ Махарадзе покойный, у него жена Софика Чаурели, когда он говорил, хрестоматийный гол, там, крестовина, вот такого типа, то есть, его эти комментарии, я помню, там, сначала это, хоп, и гол забил на 63-й минуте, потом на 67-й этот Гусаев это сравнял, и когда Виталий Дараселье покойный тоже, да, 25 лет. Кстати, из того состава трое, кажется, уже, не это самое, Ромаш Шенгелье, Виталий Дараселье, и они, Нодар Парсаданович, да, уже ушли в мир, а все остальные живые. Даже я вам такую вещь скажу, этот Кокелашвили, он моложе меня на год, вы представьте себе, он моложе меня на год по возрасту, да, он играл, это был его, так сказать, один из первых матчей Ахалкаса. Пилось в голову, да, что это наизусть, и именно 10-й номер Ахалкаса, это вообще, да, когда он, как его называл Коте Махарадзе, этого называл Франц Беккенбауэр, Кайзер Франц, а этого все-таки академик, да, Давид Кибиани был, это вообще... Это было очень интересно. Поэтому и Динамо Тбилиси, ну и, конечно, Динамо Киев того времени, потому что до Динамо Тбилиси в 75-76 году в этом турнире победил Динамо Киев. Как раз тогда, помню, они выиграли у этого Ференц Варыша из Будапешт. И потом в 85-м году, они выиграли у Атлетико Мандрейт в финале. У Атлетико Мандрейт они выиграли 3-0, 3-0. Как сейчас я понял, и там даже голы забили. Заваров забил, там Блохин забил и забил Евтушенко. А в этом вообще забил Анищенко и Блохин в том числе. И тот состав... В этом году я был еще маленький, я на Скорбостоке хорошо не помню. Евгений Рудаков был, Трошкин, Решко, Стефан Решко, Матвиенко, Леонид Буряк, лучший пенальтист Советского Союза тогда был. То есть это Блохин, это Левша, это самое, какой у него дриблинг был, это Коте Махарадзе всегда говорил. Я помню, когда в Тбилиси и Динамо Киев играли в финале, там крылатая фраза была, с мячом Олег Блохин, но вдруг из-под земли перед ним вырастает Кантеладзе. Вот такой защитник был такой мощный, двухметровый. То есть это все, это все моя жизнь, наша с вами жизнь, ну, может быть, я чуть постарше вас. Но тогда же был футбол тотальный, это самое, Голландия была, Ринус Михельс, вот этот тотальный футбол, да, 4-2-4 придумал, 74-й год тогда. Это Ринус Михельс был, Цезар Луис Менотти был, Аргентина тогда, Герд Мюллер был, Германия тогда в финале, они в Голландию, мою любимую, 2-1 выиграли. То есть это все, а в Советском Союзе вот этот тотальный футбол, трое, да, внесли. Это был Валерий Васильевич Лобановский, Нодар Парсаданович Ахалкац и Константин Сергеевич Бесков. Кстати, в Спартаке был диспетчер Юрий Гаврилов, заметьте, тоже Левша, да, Левши это вообще гениальный футбол. Очень неплохой, мы его все дружно ненавидели в детстве, но очень неплохой группой. Ну что вы, этот диспетчер был, он мозг был, вот такого вот в Советском, в этих трех командах кто был? Юрий Гаврилов был в Спартаке, в Динамике его был Леонид Буряк, этот диспетчер был Давид Кипьяни, в Невчебаку, например, был Игорь Пономарев, Игорь Пономарев, Вот этот, то есть, потом в Спартаке пришел Вагис Хидиатуллин, Олег Романцев, то есть, они тоже, да, это диспетчер. В Нече, пока у Башала Ахмедов был очень забирной форвард. Нет, это футболист, это футболист, я сейчас говорю про диспетчеров, да, в Европе это был первый, это был Йохан Круи, Мишель Флотин, французов был, Мишель Флотин и французов был, Франц Беккенбаур, Кайзер Франц, пятый номер был у немцев, то есть, это я к тому говорю, что раньше футбол был, вот такого вот, и мы, на самом деле, вот представьте себе, сколько лет прошло, это в голове, это сидит, да, поэтому мне очень... Может, мы просто уже преклонного возраста, что называется, я вот сейчас смотрю на этих пацанов, на этих детей смотрю, ведь для них Кварацхэль, я тот же, вот, Буду, значит, для них, они, для них эти ребята, ну, вот то же самое, что для нас был Петяне в свое время, там, Шенгели, Дарасели и так далее, для них вот так, поэтому просто, может быть, я хорошо помню составы, я не помню сейчас состав даже, даже сборной Грузии, если запаснуть, но я хорошо помню составы сборной Польши 82-го года, ну, ну, это безобразие. Тумасшевский, Тумасшевский, Гжегос Лято. Тогда, тогда, Лято был, тогда был Бонек, тогда был Гунарчик на воротах. Ну, замечательно. Я говорю, что мы, на самом деле, вот, жили этим, да, и это на самом деле настолько, и когда ты видишь, что новое поколение, Динамо Тбилиси и Динамо Киева, да, Киев же тоже вышел, да, и это, естественно, плохо, единственное, что Тбилиси, грузины попали с моей родной Турцией, поэтому мне очень трудно будет в этот момент выбирать. А с другой стороны, любой результат удовлетворит. Ну, я согласен, но в любом случае, было бы лучше, если бы они встретились бы где-нибудь на следующем каких-то этапе, да, но не в групповом. На следующем этапе мы не задумываем, потому что мы попали, это уже хорошо. Ну, посмотрим. Завершая мой такой спич, я еще раз поздравляю Грузию, грузинскую футбольную команду с выходом. Это наша общая победа. Наряду с победой моего родного Карабаха, который также впервые истории пробился и очень несправедливо с этим Леверкузиным. Два матча, и видно было, что подсуживали, наглую подсуживали, но ничего, самое главное, мы видим, что Карабах у нас тоже возрождается, и азербайджанский футбол рано или поздно тоже свое слово скажет, так же, как и грузинский футбол. И вообще, на Южном Кавказе футбол должен говорить все то. Даже я и в Армении, когда в свое время у них тоже была футбольная команда, коль это новости Кавказа, пускай они не думают, что мы как-то стараемся разделять, потому что красивый футбол, он всегда хороший, всегда зрительный. Замечательно. Замечательно. Харена Ганасиан был одним из лучших. Прекрасно. У них очень много было, Заназаньян был у них тогда, я помню. Из Невчи туда ушел наш Эдуард Маркаров, он тоже там творил, я помню. Маркарова, Заназаньян, это вот, это было до меня, это вы помните. А в Мимино, помните, это там знаменитый диалог, и что Яна видел там. И что Яна, что Яна, да. Ну это тот самый, Золотой Дубой же они сделали, они стали чемпионами и стали, и взяли кубок одновременно. 2004 год, да? Завой забил Эдуард Маркаров. А Эдуард Маркаров наряду с Анатолием Банишевским, они были, так сказать, главной ударной силой Нефтьеваку, да, 66-го года, как раз когда Нефтьев взял бронзовую медаль. Так что это история, хорошая была история на Южном Кавказе, связанная с футболом, и я еще раз вас поздравляю. Я надеюсь, что успехом Грузины и с успехом Карабаха Южный Кавказ начинает двигаться туда, навстречу своей великой истории. Я надеюсь, мы доживем до того дня, когда все три команды поедут на топ-турнир или чемпионат мира или чемпионат Европы, и тогда будет больше команд, за кого болеть по-настоящему. Ну, честное слово, но не за Парагвай же болеть. Давайте... Теперь наше драгоценное время, потому что я обещал, вышел в эфир, вот, давайте влить вопросы-ответы. Теперь, что касается драгоценного времени, я все-таки займу еще две минуты буквально, я вам скажу честно, дорогие друзья, я действительно планирую расширить еще линейку передач, потому что, ну, действительно, очень многого хочу. С другой стороны, получается так, что у меня на все остальное просто уже времени очень часто не хватает, оно и понятно. И я все это время, я три года уже канал, я стеснялся сделать себе подписку. Я сделал ее, и именно здесь, на этом эфире, об этом и говорю. Ну, ребят, это не Абедаловка, это не в коем случае, но если кто-нибудь хочет поддержать канал, то на Патреоне сейчас его можно будет поддержать, есть ссылка. Итак, начнем с вопросов про Азербайджан, я думаю, это логично. Уважаемый Гела и уважаемый Рамис Бей, пишет Талех Маметов. Ну, сперва поздравляю вас с Нарву с программом. Ну, понятно, что вопросы копились долго, поэтому мы скажем большое спасибо Талеху. У меня два вопроса к Рамис Бею. Как вы считаете, есть ли в Азербайджане оппозиция, и как вы относитесь к нашим, в кавычках, к журналистам-соросслятам в Америке? Спасибо, Талех Маметов. Спасибо. Знаете, я, когда началась Вторая Карабахская война, 27 сентября 2020 года публично вышел в эфир и сказал, что я приостанавливаю всю свою общественно-политическую бюро мораторий и занимаюсь совершенно другим, потому что мне все это уже неинтересно. Война началась, и пока последний российский солдат не покинет территорию Азербайджана, никто не услышит от меня никаких комментариев на внутриполитическую повестку дня, связанную с Азербайджаном. И я по сегодняшний день придерживаюсь этого, потому что я считаю, что очень много проблем, которые стоят перед моей родиной, которые я, как гражданин Азербайджана, живущий за границей, считаю своим долгом на передовой защищать мою родину, именно занимаясь тем, чем я сегодня занимаюсь. Что касается внутриполитической повестки дня, огромное количество азербайджанцев, живущих в Азербайджане, и так это делают с утра до вечера, пускай они это делают, если это им интересно. Если я начну окунаться во все эти дебри, то, как вы сами понимаете, это будет только на руку тем силам, которые сегодня продолжают выступать против моего родного Азербайджана. Поэтому я, то, что касается внутриполитической повестки в Азербайджане, я совершенно не корректирую, потому что мне это сегодня неинтересно. Есть более важные стратегические задачи, которые я сам для себя определил, это является для меня сегодня приоритетом. Все, что я делал до этого, я делал, и моя совесть чиста. Когда надо было, я говорил. Сегодня, я считаю, есть более важные задачи, и я большую пользу принесу своей родине, если я буду защищать ее интересы на внешней арене. Потому что министр иностранных дел, так сказать, в правительстве любой страны, он защищает интересы страны в внешнем рынке. А министр коммунального хозяйства или министр там социального обеспечения, он занимается проблемой своей страны, внутренней страны. Каждый должен заниматься своим делом, и то, что у него сегодня лучше получается, и то, что в приоритетах для него. Для меня в приоритетах, тем более я живу за границей, защищать интересы моей родины за границей. Рабис, я правильно понял, что сейчас можно опустить пол внутренней политики азербайджанного вопроса. Конечно, конечно. Если бы не обижать, если это касается армян-азербайджанских отношений, если это касается Южного Кавказа, и все того, что касается моей родины, именно в контексте, так сказать, ведущих процессов, то это, конечно, моя территория, моя тема, и то, что я с удовольствием на это отвечу. А то, что касается внутри Азербайджана, вопросы связаны социальными вопросами, внутриполитическими выборами, выборы какие-то, муниципальные, парламентские, это все, так сказать, внутриполитическая тематика. Я внутриполитической тематикой не занимаюсь 27 сентября 2020 года. И не планирую ею заниматься, потому что я считаю, что это сегодня не приоритетов для меня. Вопрос от Александра. Мог ли президент Али не поздравлять Путина с победой на выборах? Нет, не мог, потому что, учитывая дипломатические отношения и уровень взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, точно так же, как взаимоотношения между другими странами, в первую очередь странами постсоветского пространства, которые не вовлечены вот в это прямое противостояние между Россией и коллективным Западом на Российско-Украинском фронте. Естественно, есть дипломатический этикет, если страны поддерживают официальные отношения, не в зависимости от политической конъюнктуры, они должны соблюдать этот политический этикет. Поэтому здесь ничего такого израиля вон выходящего я не вижу. Следующий вопрос от Наджафа. Почему заморозили процесс культурного и экономического сближения северного и южного Азербайджана? Ну, во-первых, начнем с того, что взаимоотношения нынешнего Ирана и Азербайджана с первого дня независимости Азербайджана и по сегодняшний день оставляют желать лучшего. Я не могу сказать, что это дружественные страны друг к другу, партнерские страны. Они просто географически находятся рядом, они соседи. Ну, 200 лет, например, дербанили Азербайджан две империи, так сказать, Российская империя и Персия, нынешний Иран. И они разделили Азербайджан на две части. Большая часть со столицей Тебрис отошла к Ирану, меньшая часть со столицей Баку отошла в Российскую империю. И когда Советский Союз рухнул, ни на севере, ни на юге так сильно и не радовались независимости Азербайджана. Я не думаю, что они радуются этому и сегодня. Поэтому взаимоотношения эти и будут оставаться на том уровне, пока, я думаю, в Иране будут вот такого типа территориальной претензии и отношения неприятия сквозь зубы к независимому суверенному Азербайджану. Следующий вопрос от Джабраэла. Вопрос следующий. Нужно ли Азербайджану готовиться к локальной или глобальной войне? Ну, есть такая поговорка «Если хочешь мира, готовься к войне». Поэтому Азербайджан должен всегда готовиться к войне вчера, сегодня и завтра. Потому что мир сегодня совершенно неспокойный. Вы видите, какие здесь тектонические процессы, турбулентность по всем фронтам, север, юг, восток, запад. И в этой ситуации очень важно быть во всеоружии и как внутри своей страны, так и по периметру своих границ. В принципе, Азербайджан этим и занимается. Я это поддерживаю. Вопросы от Севы, нашего постоянного зрителя, и часто пишут вопросы. Я, кстати, прошу прощения у зрителей, что в последнее время я с вопросами затормозил. Правда, решаю, как лучше по ходу передачи или вот так по отдельными передачами делать вопросы. Но думаю, что решу, там посмотрим. Думаю, комбинированно будем делать. Здравствуйте, уважаемый Гела Ирамис. Малим, как по-вашему Россия попытается ответить на последние антироссийские шаги Армении? Какие варианты возможных сценариев вы видите? Я думаю, Россия еще серьезно Армении не занималась. Россия не очень-то заинтересована сегодня эскалировать ситуацию в Армении, потому что Россия сегодня очень сильно завязывала на российско-украинском фронте. Она просто хочет держать руку на пульсе. У России для этого есть все, и военные базы в Армении, и граница под их контролем, и экономика под их контролем. И Россия может в любой момент запустить весь этот комплекс своих возможностей, просто она пока этим не занималась, и она внимательно сейчас отслеживает ту активность, которую проявляет свой коллективный Запад в отношении внутриполитических процессов в Армении. Россия, я так понимаю, готовится к предстоящим столкновениям. Я говорил, и могу повторить, еще за Армению, еще окончательно не схлестнулись, пока это идет информационное сопровождение между Россией и Ираном с одной стороны, и между Брюсселем, Парижем и Вашингтоном с другой стороны. Так что трудные времена Армении еще впереди. Вопрос от Лалы. Какую политическую линию ввести Азербайджан и Грузии, чтобы пройти эпоху перемен с наименьшими потеграми? Я думаю, что то стратегическое партнерство, которое сегодня существует в этой тройке Азербайджан, Грузия и Турция наглядно демонстрирует успехи этих трех стран и Грузии в том числе, которые добились больших успехов в вопросах логистики, которые в той или иной мере влияют и на экономическую составляющую этих стран, а учитывая ту перетурбацию, которую мы сегодня видим по всему миру, еще больше возникает необходимость в укреплении этого триумвирата, потому что мы понимаем, как вот эти все логистические маршруты, так сказать, центральный маршрут Китай, Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан с выходом на Каспий, с выходом на порты Баку и оттуда через Грузию, Турцию, туда дальше в Европу делают очень важным значимость данной географии, поэтому чем больше будут укреплять взаимоотношения Азербайджан, Грузия и Турция, тем лучше будет народом этих трех стран и в целом для стабильности на Южном Кавказе, потому что все те, кто будут складываться помимо этих трех стран, извне они будут заинтересованы в стабильности в этом регионе. Особняком, конечно, стоит Армения, у которой плохие отношения как с Турцией, так и с Азербайджаном, и поэтому Грузия очень заинтересована в улучшении этих отношений и прикладывает свои необходимые усилия для этого. Будем надеяться в конечном итоге всем этим трем странам Южного Кавказа удастся это преодолеть, но во всяком случае наглядный пример для той же Армении, успехи той же Грузии в стратегическом партнерстве с Азербайджаном и с Турцией. И посмотрите на Аджари, посмотрите на любимый город Гелы, город Батуми, сравните его с Сухуми, и вы увидите разницу между черно-белым кино и цветным кино. Значит, следующий вопрос, это вопрос от Мехти, что мешает трех странам Кавказа, Грузии и Азербайджану и Армении сесть за треугольный стол и создать свое объединение под названием Кавказ и быть другом друг друга. Ну, это элементарный вопрос, как дважды два четыре. География иногда помогает, география иногда мешает. Посмотрите на географию, посмотрите, какие соседи окружают Южный Кавказ, эти страны, в первую очередь их интересы с большими игроками, потому что интересы больших игроков и мешают эти трех страны сесть за один стол и создать мини-каландайк под названием Южный Кавказ. Россия и Иран с одной стороны, у них одни интересы, у Брюсселя, Парижа, Вашингтона совершенно другие интересы. Естественно, все это будет в той или иной мире отражаться, и это и отражается на протяжении, возьмем, последние 200 лет. Мы сколько раз видели, какие пострадания пришли и на землю Азербайджана, и Армении, и той же Грузии. Хотя бы 100 лет там назад приход тех же большевиков. И после развала Советского Союза, напоминаю опять же, проблема Карабаха между Азербайджаном и Арменией, инспирированной как раз таки из Кремля, и проблема Абхазии из Кремлевского региона, Грузии, который также инспирирован был из Лубянки. Поэтому мы все это понимаем и ответ на Ваш вопрос нашей географии. Вот следующий вопрос я думал к американцам его, к американской теме прилепить его или к нашей, конечно же, все-таки. Вопрос от Наргиз БВН. Значит, он следующий. Спасибо, во-первых, нам за прекрасный подкаст. И Ранис Збей, как вы думаете, какова вероятность того, что Трамп все-таки придет к власти, и если так случится, как это повлияет на Южный Кавказ? Мне всегда казалось, что его особо наш регион не интересовал. Ну, именно здесь я могу согласиться, что его, наш регион не так сильно интересует, как самое проармянское правительство Байдена за всю историю Соединенных Штатов Америки. И поэтому тем меньше будут интересоваться нашим регионом президента Соединенных Штатов Америки, тем легче будет нам самим внутри решать свои проблемы. Вот. Ну, вероятность прихода Трампа к власти сегодня чуть-чуть побольше, нежели 4 года тому назад, потому что когда 4 года тому назад Байден пришел к власти, вот, тогда огромный негатив... Поэтому Америка находится перед ужасным выбором. Из двух зол надо выбирать меньшее. И кого больше всего не любят в этой стране, такого в истории Америки никто не помнит. То есть, здесь порядка 70-80% простых американцев не хотят видеть президента ни Трампа, ни Байдена. Просто кого из них больше не хотят, по некоторым социологическим вопросам, которым тоже сегодня не стоит верить, но большинство говорят, что больше не хотят видеть Байдена. А как это будет на финишной прямой, сегодня очень трудно сказать, учитывая пожилой возраст кандидатов, учитывая уголовные процессы, которые идут и не завершены против Дональда Трампа, и учитывая, что еще не все спокойно на российско-украинском фронте и на ближневосточном конфликте. Не все так однозначно. И вполне может быть, даже эти два кандидата могут и не дойти, если демократа поменяют Байдена на кого-то, то однозначно он победит. Если республиканцы поменяют Трампа на Нику Келли, она однозначно также победит. К сожалению, сегодня трудно и четко сказать об этом, но в ближайшие несколько месяцев мы получим ответ на этот вопрос. Но у Трампа сегодня чуть-чуть шанса побольше, чем четыре года назад. Вопрос от Миркинана. Салам алейкум, Елабей и Рамизбей, респект обоим, вопрос обоим. Как далеко пойдет НАТО в теме поддержки Армении? Ну, это просто чисто теоретический вопрос. Для этого я отошлю ответ на этот вопрос грузинам и украинцам. Как далеко они пошли в теме НАТО для Грузии и для Украины с 2008 года? Сегодня, кажется, на улице 2024 год. Армения это не Грузия и не Украина по внутриполитическому раскладу и по своим, так сказать, реформам. И в Грузии сегодня нету ни российской военной базы, ни российской авиационной базы, ни границу Грузии не охраняют российские пограничники и Россия не так сильно там влияет. Россия не так сильно там влияет, что захватила Абхазию, а в Украине ведет полномасштабную войну. Опять же, я начинаю отчет с 2008 года. И где сегодня находится Грузия, где находится Украина, где находится третий президент Грузии в тюрьме, а его судьба не парится тоже НАТО и тот же Евросоюз. Поэтому это чисто грезы, которые снятся армянским аналитикам, псевдопатриотам, которые дурят армянское общество этими разговорами. Потому что если ни Грузии, ни Украины сегодня нету ни в НАТО, ни в Евросоюзе, значит, в ближайшие годы это не снится и Армении в том числе, тем более Россия еще Армении серьезно не занималась. Вопрос от Джеймса Бонда. Он несколько странный, но я его зачитаю. Штрамизму Алим. Не хочет ли Запад и Евросоюз подписать мирный договор с Арменией и сплотить Южный Кавказ против России? Оно нам нужно, что-то неладное я чувствую. Это невозможно в нынешней ситуации, потому что у всех этих трех стран и у соседей этих трех стран разные исторические так сказать бэкграунд и разные политические и внешнеполитические интересы касательно этой географии, в том числе и касательно в целом коллективного Запада также. Например, Азербайджан 30 лет назад и Азербайджан сегодня это два разных Азербайджана. Если Азербайджан 30 лет назад после развала Советского Союза сделал ставку на тот же Запад и Запад его продал, сегодня Азербайджан этой ставки не сделает, Азербайджан не делает ставку ни на Россию ни на Запад, не находится ни в ОДКБ ни в Евразийском Союзе, там, где командует парадом Россия и не стремится ни в Евросоюз, ни НАТО. Азербайджан строит взаимоотношения со всеми этими географиями, со всеми теми, кто вне этих географий, на двусторонней основе и ведет политику неприсоединения, относится к движению неприсоединения и равноудаленно, как от Москвы, так от Брюсселя, так и от Вашингтона. И это, я считаю, в нынешней ситуации очень правильная политика и я ее поддерживаю. Что касается Армении, Армения находится в ОДКБ, находится в Евразийском Союзе, как я давече сказал, пограничники, экономика, все находится под колпаком у той же России. Вот. В этой ситуации говорит о том, что Армения делает разворот в сторону Запада, это просто не понимать, о чем идет речь. Что касается той же Грузии, Грузия, так сказать, беременная наполовину, потому что Саакашвили сделал то, что никто не сделал на постсоветском пространстве в сторону евроинтеграции, но, к сожалению, на взлете этого Орла остановили, Орла под названием Саакар Туэла, и сегодня она находится в середине. Она не доверяет тому же Западу, видя, как Запад с 2008 года продал и Грузию, а потом сегодня с 2014 года продолжает продавать тоже Украину и не очень сильно, например, старался вписаться два года тому назад в полномасштабную агрессию России против Украины, и поэтому, понимая это все, я так думаю, Грузия все тихо и тихо идет на контакт, поэтому у Грузии такой хороший контакт с Азербайджаном и с Турцией. В нынешней ситуации это намного ближе для той же Грузии, для того, чтобы сохраниться, пока вся эта турбулентность исчезнет. А когда эта турбулентность пройдет, вот тогда можно будет и говорить о том, что какая страна и куда будет двигаться, потому что надо сначала определиться, чем это все закончится для той же России и для того же Ирана. В нынешней ситуации, когда возможен затонуть Титаник, лучше всего держаться немножко на расстоянии, чтобы не засосало такие маленькие корабли, как под названием Азербайджан, Армения или Грузия. Вопрос от Асса. Почему-то вот этот временной период обозначил наш зритель. Значит, с 2028 по 2030 год будут происходить очень интересные глобальные события. Почему в это время я не понимаю, но вы скажете. Хотел бы узнать у уважаемого Рамиса, что он предполагает, какие это события, как они отразятся на Кавказе. Я не знаю, о чем идет речь. Я не люблю конспирологию. Я не интересуюсь Настрадамусом и Вангой в том числе. Когда придет это время, тогда я поговорю. Логично. Значит, этот вопрос я хочу зачитать полностью. Гела, мне 56 лет. Думаю, что я могу позволить себе обратиться по имени. Конечно, вопрос от Эльгара. Конечно, дорогой Эльгар. Более того, мне очень нравится, когда ко мне обращаются по имени. Значит, во время визита вашего, то есть грузинского премьера, Пашинян назвал декларацию, заключенную с Грузии, декларацию о соединительном партнерстве, о стратегическом диалоге, так диалог или партнерство Эльгар. Я не знаю, вы что скажете. Я тоже не знаю. Пока не почитаешь документы, нельзя судить об этом. Поэтому документы в публичной плоскости. Следующий тогда вопрос. Нариман спрашивает. Здравствуйте, Батуно Гела и Рамиз Бей. У меня вопрос к Рамиз Бею. 30 лет Армения оккупировала территорию Азербайджана, разрушила города и села, проводила этические чистки, убийства, незаконно эксплуатировала золотые рудники и так далее. Теперь, после восстановления своего суверенитета, Азербайджан с Азербайджаном и Армения стремится к мирному договору. Азербайджан подаст международный суд о возмещении ущерба по подсчетам 100 миллиардов долларов. Как вы думаете, вот до вопроса наконец добрался. Как вы думаете, откажется Армения, если Армения откажется выполнять решение суда, может ли бы Азербайджан захватить все приграничные золотоносные и другие рудники Армении и также 30 лет эксплуатировать их до последнего суда репарации восстановив справедливость. Спасибо. Это Нариман спрашивает. Я думаю, Азербайджан строго действует в рамках международного права. И что касается восстановления территориальной целостности и суверенитета, Азербайджан это сделал. И в рамках международного права это сделал, воспользовавшись своим правом отвоевать силой все то, что было оккупировано, также силой. Вот. И это делалось в рамках международного права. Азербайджан не нарушил армянской границы. И то, что сегодня пока нет делимитации, демаркации, вот идут определенные переговоры на эту тему, это совершенно не говорит о том, что есть полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном. Что касается темы репарации, напоминаю историю 80-летней давности, когда Германия капитулировала. И по сегодняшний день даже Германия выплачивает репарации родственникам жертв Холокостка. И по всем другим моментам то, что Германия выплачивала всем своим соседям по поводу оккупации и всего того периода нахождения под сапогом нацистов. Поэтому я вот сам в прошлом году был впервые после долгой эмиграции в Азербайджане. И я с вами глазами видел все эти акты вандализма, которым подверглась моя родная земля. То есть Эфизулии, Агдан. Это считают там вроде бы Хиросима, Нагасаки. Вот во что это превратили такую чудную плодородную землю армянские оккупанты. Естественно, за это надо будет как-то отвечать в рамках международного права. Просто сейчас идут процессы мирного улегравилирования этого конфликта. Наверняка и процессы репарации, компенсации за все то зло, которое было нанесено Азербайджану, азербайджанскому народу, наверняка тоже будут обсуждаться. Наверняка они обсуждаются. Просто в каком виде это будет на финишной прямой, сегодня точно никто сказать не может. Но во всяком случае я сторонник того, что зло должно быть наказано. Или же юридически я имею в виду если люди это конкретные, они должны сидеть на скамье подсудимых. Вот как сегодня многие лидеры так называемого Карабахского этого движения находятся сегодня в тюрьмах Азербайджана. Но не все опять же находятся. Вот. Они должны пройти через свой юридический процесс перед азербайджанскими народами. Весь мир должен это видеть. Точно так же и тема репарации, которую также Азербайджан поднимает и так, и он должен будет это поднять. В конечном итоге как это будет выглядеть зависит от тех условий мирного договора и взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, которые в перспективе могут быть между этими двумя странами. В любом случае этот вопрос на повестке дня и я думаю этот вопрос должен найти свое отражение в рамках международного права. Так, следующий тогда вопрос из Дербента вопрос. Вагиф спрашивает. Уважаемый Батонугелл Арамис Бей Салабам из Дербента. Вопрос такой. Так ли уж плохо для Азербайджана, если за гидридорским прежнем будут стоять армянские пограничники и таможенники? Ведь из Бегри и Гюмри далее в Турцию и в Ереван а также из Нахичев в Иран дороги идут как раз по территории Армении так и Азербайджана. И тут все симметрично, можно подходить к этим вопросам. Я думаю для Азербайджана все равно кто будет охранять армянскую границу с армянской стороны. Сами армяне, русские или еще кто-нибудь другой. Это территория Армении, это ответственность Армении. Самое главное, чтобы у Азербайджана не было бы никаких проблем. У Азербайджана, я имею в виду азербайджанского населения, которое будет проходить через этот коридор и грузопотока, который будет проходить через азербайджанскую территорию в сторону Нахичевани и так дальше. Поэтому главное этот вопрос отрегулировать. А кто будет границу охранять? Я думаю Азербайджану до лампочки. В принципе логично, мы об этом часто говорим. Идем дальше. Добрый Эээх называется так же, как и персонаж одного из моих любимейших мультфильмов по сказке Туманяна. Вы видели, наверное, этот армянский мультфильм. Но вопрос такой. Спросите Бату Ногела у товарища Юнуса, что если Азербайджан и в самом деле разделается Армению, сколько времени пройдет до того момента, как то же самое начнет проделывать с Грузией? Или вам Бату Ногела в Баку подарили розовые очки? Ну, вы мой посыл поняли. Будьте здоровы. Ответил так же, как ну, насчет розовых очков скажу честно. Буду требовать. Буду требовать. Дело, дорогие, давайте пойдем дальше к более серьезным вопросам. Напрасно выделяйте внимание. Но я посчитал, что это как Юнг. Подождите, одну секунду. Если спрашивают, мое дело озвучить, ваше дело отвечать так, как вы отвечаете, мое дело озвучить. Чтобы не было потом, чтобы добрый ЭЭС потом безденец сказал, что я не озвучиваю. Это вопрос не... Это не вопрос аналитики, это просто вопрос, который... Провокационный, так сказать, вопрос, и на него отвечать это не серьезно. Я отвечаю на серьезные вопросы, пожалуйста, пойдем дальше. От Анара вопрос Салам за присутствующим Хотелось бы узнать Придет ли большая война На нашу родину Южный Кавказ Я же сказал Что если ты хочешь мира Готовься к войне Нынешней ситуации нельзя исключать Ни один из вариантов До тех пор пока продолжается Российская-Украинская война Ну ни одних А придет ли или нет Мы не знаем Есть попытки многих центров Которые хотели бы Я же сказал что Армения За Армению еще окончательно не схлестнулись Россия и Иран с одной стороны Брюссель, Париж и Вашингтон с другой стороны Значит есть возможность Сириализации или украинизации Армении Есть такая вероятность Будет она или не будет Это же другой вопрос В данном случае имеется ввиду Отрыв Армении от России Тут не имеется ввиду война Когда говорят про украинизацию Когда что-то будет происходить В рамках такой маленькой географии Я вам напоминаю То что произошло в той же Сирии Как это отразилось на всей этой географии Которая находится вокруг той же Сирии Поэтому ничего хорошего От того что если в Армении Будет сириализация Этой маленькой страны Ничего хорошего Ни для Грузии Ни для Азербайджана Это не сулит Поэтому естественно Есть страны Есть центры Которые этого хотели бы А будет или не будет Как карта ляжет На российско-украинском фронте Мистер Джеки Чанг Ну такой вот Книг у нашего зрителя Спрашивает Первое Подпишет ли Армения И Азербайджан Мирный договор В 2024 году Есть все возможности Для того чтобы это произошло И от него же вопрос И такой плавный переход От нашей региональной песочницы К Украине А вопрос следующий Значит Если Россия Сможет оккупировать Одессу И выйдет на Молдову И Европу Как будет увидеть Украину На географической конституции Ну я думаю Если в самом начале Этой войны Россия не удалась Когда на повестке дня Был Блицкриг Вот То сегодня я вижу Как успехи Украины В районе Черного моря Акватории Черного моря То есть касательно Того же Черноморского флота Вот И даже Несмотря на попытки России Бомбить Николаев Одессу Так сказать И Вернуть свои возможности На Черном море С перспективой Для того чтобы Дойти до Молдовы Я думаю Россия Это сегодня Намного сложнее сделать Чем это было Сделать два года Там и назад Да Эти цели Стоят У Кремля Но я думаю Сегодня это намного Сложнее сделать Чем это Можно было сделать Два года Там и Это мало вероятно Пока сегодня Это кажется Мало вероятно Все очень зависит От того От Насколько сильно Европа будет продолжать Вкладываться в Украину Судя по тенденциям Европа усиливает Свою поддержку Украины Вы знаете Это в принципе Уже прозвучало На этот вопрос Но я на всякий случай Его озвучу Ответ На этот вопрос На всякий случай Чтобы они сказали Что я не озвучил Есть ряд вопросов Которые я не озвучил Но это личные вопросы Значит Гюльтогин спрашивает У меня вопрос Кроме Сбеев Как он относится К дозам Федерита Шабанова О глобальной войне И разделил проект Я не знаю О ком идет речь Я не слушаю Конспирологию Вот Ну знаю То есть видел Пару раз Выступление Я лично с человеком Вообще не знаком И я вообще не люблю Конспирологию Если честно Свои аналитики Я вообще русскоязычных Спикеров не слушаю Я слушаю только Западных спикеров И желательно Тех У которых есть бэкграунд Большой политики Это могут быть Бывшие генералы НАТО Это могут быть Бывшие работники Госдепа Совет национальной безопасности Или же Представители каких-то Европейских институтов Власти Которые сегодня Ушли Так сказать В аналитику И достаточно информированы И когда они выступают Они Конечно Они знают О чем они говорят А сегодня 90% Спикеров В общественном Так сказать Информационном поле Особенно те Которые говорят На русском языке Никакого отношения Не имеют Большой политики Всегда интересуйтесь Бэкграундом Спикеров Которые выходят в эфир И моим в том числе И поинтересуйтесь Какое образование Есть у людей Где они работали И чем они занимались На протяжении Всей своей жизни Так сказать И вы увидите Что 90% Спикеров Ни разу Даже одного дня Ни в одном Политическом Институте Власти В какой бы то Стране Не занимались Ну как они могут Говорить Об ведущих Политических процессах Тем более Политология Это тоже наука Которая должна Базироваться На теоретических Познаниях И на практических Познаниях У 90% Спикеров Русскоязычных Вообще Они рядом Не стояли В этой тематике Поэтому Я не комментирую Конспирологию А все уходят Конспирологию Это им выгодно Более того Это Собирает Большое количество Лайков Мне оно не нужно У меня нет Ни телевизионных Каналов Ни своего Ютубка Ничего Мне это Совершенно Неинтересно У меня Есть всего Одна страничка В социальных Катях На фейсбуке И то она Как просто Там где Я публикую Подписывайтесь Если вы вдруг Еще не подписаны Но я уверен Что все подписаны Ромиш Одну секунду Но вы говорите Немного обидно Что вы вообще Не слушаете Русскоязычных Спикеров А как же Канал Новости Кавказа Дело в том Что я Слушаю их То есть Потому что база Для своей Я смотрю Новости Кавказа Только для того Чтобы знать Какие идут Процессы У нас на Южном Кавказе Как это прибыл Я и Ной Антапан Смотрю Я и Владимира Соловьева Могу посмотреть Но это для меня Не основа Для моей аналитики Тем более Если я Например Посмотрю Ной Антапан Я знаю Какая идет Тенденция И какой-то Сегодня кто там Выходит какой-то Пропагандист Очередной Ура патриот Все Я понял Что тематика ушла То есть я на это Больше одну минуту Точно так же На всех других Конспирологических Которых вообще Я не слушаю Другое дело Вот например На вашем канале Там где я сам выступаю А на новостях Кавказа Я выступаю Я вам откровенно скажу Что например Во-первых Начнем с того Что азербайджанские Например спикеры Которые выступают у вас Например мои близкие друзья Тот же Эльдар Намазов И Тофик Зульфугаров Вот давеча я говорю Эльдар Намазов Был первым помощником Гейдара Тофик Зульфугаров Был министром Иностранных дел Валерий Чичалышвили Был министром Иностранных дел Вы понимаете То есть мнение этих людей Которые имеют Бэкграунд Оно для меня интересно Я когда сказал 90% Вот 90% Это диванные эксперты В новостях Кавказа Это 10% Эти 10% И в новостях Кавказа Тоже появляются Диванные эксперты Так же Не все 100% То есть они так же появляются Просто для меня Интересны только те Которые имеют Бэкграунд В большой политике Если такие есть И с армянской стороны Я с армянской стороны Еще ни одного такого не видел Который мог бы выйти Потому что все они там В основном Занимаются Ноянтопонизацией Армянского общественного С армянской стороны Есть и будут И кое-кто Я анонсирую Кое-кто из очень серьезных Экспертов Даже скоро вернется Я заранее скажу Мы вначале скажем Почему его не было В самом начале Это я анонсирую Я для чего это говорю По сегодняшний день С армянской стороны Я не видел Там одна Ноянтопонизация А с грузинской стороны Я видел И один из них тоже Валерий Чичалашвик Который человек Видно Дипломат Видно С хорошим Бегрантом И он знает О чем говорит Также с азербайджанской стороны Те которые выступают И мне не стыдно За азербайджанских спикеров Которые выходят И говорят Потому что они на самом деле Были в большой политике Вы имеете ввиду Что вы не видели С армянской стороны Тех людей Которые имели Опыт государственного Если выйдет Вардан Асканян Например Если видит Там Сам помощник Левона Терпетросяна Какой-нибудь Понимаете Вот в этом плане Люди которые Занимались Дипломатией Занимали Ключевые посты Отставники бывшие Но они будут говорить Про армян Азербайджанских Вы послушайте Например Что говорит тот же Левона Терпетросян И послушайте Что сегодня говорят На армянских каналах Там Найан Тапан Или Сибирь Нет Это небо и земля Потому что Это просто выдавать Желаемые Действительные А мне интересно Мнение специалистов Если про опыт Багнической политики То даже И это у нас Уже есть сейчас Арых Кочинян Который Был в совбезе Работал Ну правда Это новый эксперт Он один раз Только у нас был Только начало Я надеюсь Я ответил на ваш вопрос Я надеюсь Что он будет дальше Значит Поздравляет нас С Новрузом Большое спасибо Самому Моему самому Любимому Эксперту Задает вопрос Лау Хочу знать Мнение Рамис Бея По поводу Теракта в Москве Заранее благодарю Я уже кажется В эфире вашего канала Просто Добыл Ну могу кратко Сказать тезисно Или это внутренние Разборки в России Между башнями Кремля Те кто За Кремль И те кто Против Кремля Потому что Напоминаю Как это было В 99 году Когда нынешняя власть Спецслужбы Приходили к власти Очень так же Были взрывы в домах И нагнетание Истерии Межэтнические Межконфессиональные Мочить с артирии Чеченская война И все остальное В конечном итоге Потребовала сильная рука В общественном сознании И 25 лет Нынешние режимы власти Вполне может быть Один из вариантов Какие-то башни Кремля Решили Поменять власть И поэтому Дестабилизировать ситуацию Потому что То что нам Преподнесли картинку Она не соответствует Уровню той операции За 15-16 минут Убив Такое количество Невинных жертв И взорвав Вообще и потолок И крышу Всего этого здания Там видно Что было Оперативное сопровождение Было Информационное сопровождение А такое сопровождение Возможно только При помощи спецслужб Каких спецслужб На территории Москвы Однозначно Могут быть Сами спецслужбы Внутри России Или значит Те которые За Кремль Или те против Кремля Давайте посмотрим На финишной прямой Что мы увидим Сухомостат Если Кремль Сегодня Начнет Мобилизацию Уж завинчивания Гаек И так сказать Усиление Своих возможностей Значит Это сам Кремль Инициировал Если это пройдет Немножко по-другому Против И мы увидим Элементы дестабилизации Внутри страны Значит Это делают Другие башни Кремля Которые сливают Нынешнего президента И есть еще Третий вариант Третий вариант Это западные спецслужбы Во главе с Соединенными Штатами Америки Которые точно так же Разваливали Советский Союз И это точно так же Происходило Такими же процессами В конечном итоге Это вылились Межнациональные конфликты По всему периметру Советского Союза Что и привело К развалу Советского Союза Которые из вариантов Реально Сказать сложно Я конспирологию Повторяюсь Не люблю А фактологического материала Для аналитики Очень мало Но это то Что бросается Сразу в глаза А то что Россия сегодня Пытается перевести Стрелки на США Великобританию И тем более за уши Хотят притянуть Украину Украина здесь Рядом не стояла Идет противостояние Между коллективным Западом И Россией И ставки Повышаются Вопрос от Ремен Что ждет Европа Чтобы достойно Помочь Украине В этой войне Ведь уже более Двух лет Продолжается война Гибнут люди Стираются города Стираются земли Русские уже планируют Захватить Харьков Никакого Истощения России Не видно Еще долго Не будет видно Может Европа Ждет Чтобы русские Дошли до Киева А потом Серьезное Что-то будут Предпринимать Для этого Нужно сделать Экскурс В недавнюю историю Второй мировой войны На период С 33 по 38 И вспомнить Вспомнить Чем занималась Тогда Европа Когда О нас В Германии Пришел к власти Гитлер И нацисты Политика Увещевания Две фамилии Деладье Чемберлин Прошло 80 лет Все вспоминают В результате Эта политика Привела к тому Что вся Европа Пала Кроме Великобритании И только благодаря Политической воле Уинстона Черчилля Великобритания Выстояла Черчилль Выстучался До Рузвельта И Америка Встряла В этот конфликт И все завершилось В 45-м годом И переформатированием Всего мира И этот мир До 91-го года Худо-бедно Жил по тем правилам Которые были тогда Прописаны в Ялте Вот К сожалению После развала Советского Союза Этого нету И сегодня Вот именно Два года тому назад Этот нарыв Окончательно взорвался И сегодня все понимают Что нужно Новое переформатирование Нужна новая Ялта Кстати Они Настаивали Нынешний президент России Чтобы ее Писали С ним вместе Соединенные Штаты Заявили Что если мы И будем делать это То только Со второй экономикой А вторая экономика Это Китай В России Тот уровень ВВП Который есть у России Он совершенно рядом не стоял У нас 25% ВВП США 20% у Китая А в России Как вы сами понимаете С трудом входит Ту же двадцатку Бомбанную Украину Мы это видим регулярно Поэтому Европа Коллективный Запад Эти демократические страны Они так устроены У них у всех Разные интересы И для них В первую очередь Интересы Это деньги Если этот прагматизм Советует им Сдать Такие страны Как Азербайджан 30 лет тому назад Грузию В 2008 году Украину В 2014 году Они это делали Вчера Они это будут делать Сегодня Они это будут делать И завтра Поэтому нам нужно Просто извлекать Уроки Из этих историй Потому что Как говорил тот же Кульчевский Историю не учит Она наказывает За незнание Уроков Истории Поэтому Мы к Европе Должны именно так И относиться Она и вчера такая была Она и сегодня такая Она ничего не ждет Она просто Занимается прагматизмом И она видит Что сегодня Ей прагматичнее Стало бы Поддерживать Украину Поэтому медленно Но верно Начинает усиливать Свою поддержку Украину И вопрос Отвели Добрый день Гела Я из Украины Часто смотрю Встречи Рами Забея С украинскими Журналистами Спасибо ему И вам за поддержку Украины К сожалению В Украине Вместе с демократией Существует Много популизма Мало прислушиваются К вашим ценным советам В начале войны Украина Ожидала Большей поддержки От Грузии Вопрос Кроме Себея Какой ожидаемый Итог войны В Украине И какой прогноз По времени Окончания войны Этой войны Если победит Трамп С уважением Слава Украине Героям слова Я думаю Россия Сегодня В противостоянии С коллективным Западом Идет по сценарию Противостояния Советского Союза И коллективного Запада Я говорил Это называется Система Анаконды Медленного Удушения Тогда Анаконды Еще более Вопросы Это значит Политическая Экономическая Информационная И военно-техническая Изоляция Советского Союза Что в конечном итоге Привело К выводу Советских войск Из Афганистана В 89-м году И в конечном итоге Привело К развалу Советского Союза В принципе Очень много Похожих Дежавю Мы видим Противостояние Нынешним Между коллективным Западом И Россией И Украино-Российская Война Она очень во многом Напоминает Советско-Афганскую Войну Единственное Что географии Разные И народонаселение Разные Поэтому Здесь Европа И Запад Вкладывается Намного сильнее Нежели они Вкладывались Тут же Афганистан А Россия Я так думаю Если будет продолжаться Все в том же Движении Будет повторять Историю Советского Союза Вот сейчас Я должен извиниться Перед нашим зрителям Потому что Это единственный вопрос Где я не указал Автора А вопрос Очень интересный Уважаемый Рамин Смолин Не считаете ли вы Что Лен Лиза Из Украины Изначально не была Реализована Администрация Байдена Для того Чтобы эскалация конфликта Не вышла Из-под контроля Белого дома Насколько я смог Ознакомиться С законодательством США В сфере Лен Лиза Если бы он был Запущен Лен Лиз То о поставках Договорились бы Уже заложены Эмилии И поток поставок Проходил без Удверждения Белого дома А лишь на основе Заявок Украинской стороны Есть ли в этом Суждении Рациональное зерно Никакой Милли Никакой Министр обороны Лой Достин Без ведома Президента Соединенных Штатов Америки Ни по каким вопросам Касательно Украины Ни в одном из вариантов Которые существуют Не может Исполнительная власть Принадлежит Полностью президенту И находится под контролем В том числе Что касается Теперь вида Поддержки Украины Которая существовала По сегодняшний день Это была Так сказать Безвозмездная помощь Вот Тема Ленд-Лиз Она была на повестке дня Но она в течение года Не использовалась С точки зрения Политической конъюнктуры Для нынешней администрации Они считали Что так будет Намного выгоднее Но опять же Когда мы говорим Ленд-Лиз или так Если у данной администрации Был такой подход Значит ничего не поменялось Ни при Ленд-Лизе Ни при таком подходе Потому что Они сделали бы это Именно так Исходя Как вы правильно заметили Из принципа Не эскалировать ситуацию Тем более 24-й год Поэтому я думаю Что бы Какой бы закон Сегодня не принимали бы Например Закон Который предлагают Республиканцы Я имею в виду В долг Или же Тот же вариант Ленд-Лиза Или же тот Что прошел через верхнюю палату В долг Бесплатно То есть Все равно Соединенные Штаты Америки Будут придерживаться Тактики Не эскалировать ситуацию Ни касательно Российской и Украинской войны Ни на Ближнем Востоке Для того Чтобы не раскатять Обстановку Здесь Соединенных Штатах Америки А что будет Через полгода Как говорится Или Под шахом лед Или молла Что касается Дональда Трампа И его администрации Большой разницы В спекуляции Этой тематике Нету Просто Другое дело И те и другие Спекулируют на этой теме Исходя из своей Внутренней повестки дня А не исходя Из любви К Украине Или к Ближнему Востоку По большому счету И демократам И республиканцам Наплевать И на Украино-российский конфликт И на Ближневосточный конфликт Другое дело Исторически Просто Хорошо На теме Ближнего Востока Спекулировали республиканцы Вспомните Даже каденцию Того же Дональда Трампа И Спекулировали На украинской тематике Демократа Тем более Нынешняя власть Принадлежит демократам И поэтому У них больше возможностей Спекулировать Но в любом случае Они будут это делать Исходя из интересов Своих партий И предвыборной кампании Они Исходя из интересов Украинского правительства Украинского народа Или же правительства Натаньяха И израильского народа Вы видите Какое противостояние Идет между Натаньяху Байденом И вы видите Как Через час по чайной ложке Те же Соединенные Штаты На протяжении этих двух лет Поддерживали тоже Украину А могли бы и намного сильнее Кто им мешал Два года назад Еще не было здесь Президентской кампании Поэтому к сожалению Так было вчера Так будет сегодня И так будет завтра Поэтому спасение утопающих Дело рук самих утопающих Поэтому я всегда Украинцам привозил пример Моего родного Азербайджана 30 лет назад Мы вот такую же ошибку совершили Сегодня мы такой ошибки не совершаем Мы нашли своих союзников Поэтому вам Украинцам тоже нужно найти Свою Турцию Свой Израиль Свой Пакистан Спасибо И очень интересный вопрос Мы сейчас переходим К Соединенным Штатам Уже И достаточно интересный вопрос По поводу Кого Вот Аза спрашивает В Америке есть Огромная мусульманская община Как так получается Что армянское лобби влиятельнее И дальше продолжение От нас мусульманская община Требует поддержать При этом за 30 лет Я лично не видел Митингов в нашу поддержку Я лично считаю Что такие требования неадекватны Может я чего-то не знаю Да Такие требования неадекватны С этим я согласен Потому что Этнические армяне Они живут компактно Они живут в Калифорнии Поэтому Калифорния Исторически голосует за демократов И поэтому Это представители одной нации Одной религии Одной конфессии Одного языка Одной культуры Поэтому естественно Их влияние Достаточно сильно На официальный Истеблишмент в Вашингтоне Точно так же Как и еврейское Лобби Здесь в США Оно вообще номер один И оно влияет Точно так же Очень сильно На истеблишмент в Вашингтоне Что касается Мусульманской тематики То оно Разношерстное И То что Хорошо для Палестинцев Оно может быть Не соответствует Представителям Саудовской Аравии Хотя Вы знаете В Лиге арабских стран Более 20 стран И посмотрите Как они ненавидят друг друга Как они с друг другом Воюют Я уже не говорю о том Что за 30 лет Азербайджана Армянского конфликта Много вы знаете Поддержки со стороны Той же Палестины Палестины все время И те кто стоят за палестинцами Поддерживали Армению Точно так же Как Иран Мусульманский Иран Поддерживал Армению Поэтому Это Нерелигиозный конфликт Между Азербайджаном И Арменией Как многие Хотят это преподнести И следующий вопрос В принципе Мы его обсуждали Во многих наших передачах Но вопрос задан Али задает этот вопрос Уважаемый Рамис Бей В борьбе за лидерство в Америке Мы видим только Байдена и Трампа Вы же в этом Неужели в такой огромной стране Нет новых имен Кандидатур Можете ли вы назвать Именно тех Кого бы вы хотели видеть В выборах в качестве кандидата К сожалению В 340 миллионной стране Опять Америку поставили Перед выбором Из двух зол выбирать меньше Согласен Вопрос уместен Но к сожалению Сегодня Америка Американский политический Истеблишмент Проходит через политический кризис Кризис смены поколений И эти люди Которым 80 и за 80 Они очень трудно Сдают свои позиции Будь то В борьбе за исполнительную власть Будь то В борьбе за законодательную власть Посмотрите на возрастной состав Того же Конгресса Большинство Как раз таки люди Которым 80 и за 80 Тот же Митч МакКоннелл Та же Нэнси Пилоса И многие другие Они по 30-40 лет Все сидят там И к сожалению Эта сменяемость Она происходит болезненно Это в принципе Не только в политике Это и в любой области Когда вы берете Жизнедеятельность И в бытовой жизни И в бытовой жизни Так же это происходит Поэтому Америка Находится в политическом Кризисе Но это не первый Политический кризис И Америка всегда Проходила его достойно Просто те Кто живут В момент кризиса Конечно Ничего хорошего Для них не сулит Что касается Моего личного мнения Они всегда были Есть Неужели вы думаете В 340 миллионной стране Этого не может быть Они есть Они даже и сегодня При нынешней власти есть И если например Демократы Поставили бы Сделали бы ставку На Энтони Блинкена А республиканцы На Никью Хейли Совершенно была бы Другая ситуация Вполне это реальная вещь Конечно это возможно К сожалению Пока этого не произошло Если вы меня спросили Я хотел бы Чтобы было бы Это противостояние И в этой ситуации Например Мои симпатии Были бы на стороне Ники Хейли Однозначно Потому что Я в зависимости от того Кто какими приоритетами Руководствуется Для одного Есть приоритет Внутренние политические дела В США Для другого Есть внешнеполитические Какие-то интересные Поэтому Армянин Например И армянское лобби Им интересен Например Байден И демократические Эти самые Представители Потому что Они по-другому Реагируют на Армяно-азербайджанские дела Армяно-турецкие дела В этом плане Поэтому в зависимости от того Например Азербайджанцы сегодня больше симпатизируют тем же республиканцам. Не обязательно Трамп, республиканцы, потому что исторически так было, республиканцы, армяне так сильно не влияли на них. Поэтому это нам помогало в плане того, чтобы Америка не вмешивалась в эти дела. Поэтому в зависимости от того, чем вы руководствуете. Если вы руководствуете с интересами Азербайджана, а я руководствуюсь именно с интересами Азербайджана, то, конечно, мои симпатии должны быть на стороне республиканцев. Но не Дональда Трампа. Хотя, опять же, если будет тот же Дональд Трамп, ничего плохого для Азербайджана в этой ситуации не будет. И для той же Турции точно так же не будет. Но другое дело, в зависимости от того, что нас интересует. Поэтому это кризис, но это тоже временно, это тоже произойдет. Переходим к вопросам геополитики. Доброго вечера. Вопрос к Рами Сбею. Он говорит, что Запад применяет тактику анаконды на удушение России. Насколько успешно применяет? Благодарю, Рами. Ну, когда в 79-м году это началось в отношении Советского Союза после авантюры против Афганистана, я напомню, в 81-м году уже пришел Рональд Рейган. А вот эту тактику анаконды впервые озвучил Збигнев-Брежинский. Вот. И на реализацию этого всего прошло 10 лет. И если в самом начале, я напомню, когда Рейган пришел к власти, еще Брежнев был жив тогда, потом пришел Андропов, потом пришел Черненко, а потом уже пришел Горбачев. И когда он пришел к похорону. Да. Ну, то есть, тихо-тихо, они пока приходили, тогда еще никто не отдавал себе отчет, а уже тогда Збигнев-Брежинский публично сказал, что Советский Союз катится к краху. И тогда многие несерьезно воспринимали эти заявления. А особенно те жители, которые жили на территории Советского Союза. Как у нас больше всего ядерного оружия и так далее, и тому подобное. Да что, разве может развалиться такая страна? Ну, как вы видите, и Рейх развалился, тысячелетний Рейх, за какие-то там 12 лет. И Советский Союз рухнул, вот, и загнивающий капитализм во главе США одержал победу. Поэтому есть у истории свои законы развития. И я думаю, еще раз повторюсь, нынешняя Россия, если не изменится раньше времени, то она может повторить судьбу Советского Союза. Вопрос от Айта Кинна. Он следующий. Одна из причин, по которой Россия развязала войну, это то, что Украина решила вступить в НАТО. Заявив, что не потерпит такого до своей границы. Гранищие с ней Финляндия и Швеция уже вступили. Когда она начнет войну Путину? Причины противостояния и агрессии, которые Россия развязала против Украины, это не НАТО. И это не конкретно действия той же Украины и касательно той же Грузии в том числе. Поэтому это просто имперскость политики Кремля в отношении постсоветского пространства. Потому что спецслужбы, которые во времена Горбачева вынуждены были сделать шаг назад и дали вперед того же Горбачева, а потом Ельцина, а потом во времена Ельцина. И сделали все для того, чтобы Ельцин пришел и сказал, что я ухожу. И тогда спецслужбы пришли к власти и сделали эти два шага вперед через 10 лет. И вот они сегодня у власти уже 25 лет. Они знают, что такое власть. И они не собираются повторять ошибок ни Горбачева, ни Ельцина. И это будет очень кровавая, так сказать, бойня. И так уже видно. Поэтому это идет борьба за существование имперской идеологии Кремля. Поэтому далеко не случайно посмотреть, как идеологическая машина у них работает. Иван Грозный, Петр Первый, Сталин и Владимир Путин. Вот основные, так сказать, главные лидеры, которые исторически нужны этой территории, этой географии. И поэтому именно причина в этом, если кто-то там, это не будет заявление о НАТО, были бы какие-то другие заявления. Конечно, Европа внимательно за этим следит. И поэтому и страны Балтии, и Польша, и все те, кто входил в Варшавский договор, в первую очередь являлись объектами перспективных атак той же Российской империи. Именно поэтому сначала Грузия, Украина, Белоруссия, то есть вся эта территория, а потом тихо-тихо реанимация. То есть вот Кремль запланировал именно эту задачу. Швеция и Финляндия далеко находятся в реализации этих задач. Ну, поэтому они сыграли на опережение. И я не думаю, что... Дело в том, что Россия на Украину, на Белоруссию, на Грузию, она смотрит как на зону своих стратегических интересов. То есть это с их точки зрения члены семьи Российской империи. Что касается Финляндии и Швеции, это дальние родственники Европы. И они все время надеялись на то, что они договорятся с этой Европой. Поэтому это не тема НАТО. НАТО это просто как причина. То есть это тот самый казус Белия, который нужен был Кремлю. Для казуса Белия всегда ищут разные причины. В данном случае была причина именно НАТО. Но я думаю, там, взрыв корень, как говорил Казьма Прутков, это имперская политика Кремля. Но по геополитическому юмору за этот вопрос просто 10 баллов. Потому что когда Россия нападет на Финляндию и Швецию, это замечательный вопрос. Элина Леев спрашивает. В появляющемся биполярном мире может ли быть вторым полюсом тандем Китай-Россия? И если да, то где будут проходить линии раздела мира? Где будут проходить линии раздела мира? Я не думаю, что будет биполярный мир, как это было раньше, противостояние Советского Союза и США. Потому что все говорит о том, что будет многополярный мир. Просто, конечно, в этом многополярном мире активную роль будут играть две страны, США и Китай. И другие полюсы будут в основном находиться, особенно те, которые входят в глобальный юг, они постараются дрейфовать иногда в сторону США и в сторону Китая. Потому что, как вы понимаете, глобальная экономика и глобальные процессы, такие же страны, как та же Бразилия, та же Индия, вы же видите, как они действуют в рамках того же БРИКС. Та же Бразилия, она хочет иметь хорошее отношение и с США, и с Китаем, и все остальные точно так же. И Россия на долгие годы тоже была именно в этом процессе. Просто сегодня пока происходит переформатирование мира, поэтому сегодня всем кажется, что будет противостояние именно двуполярное. Но видно, что оно двуполярным не может быть, потому что каждый претендует на свой пирог. И далеко не случайно президент Турции говорил, что мир состоит не только из пяти постоянных членов Совета безопасности. А Турция сегодня, видите, претендует и на свое место касательно этой географии и в мусульманском мире. А мусульманский мир тоже неоднородный. Так что мы увидим несколько полисов. Но ключевую роль будут играть, конечно, и США, и Китай. Но биполярного мира больше не будет. Руслан Татар-Тюрк из Уфы, он пишет, поднимает вопрос корректности употребления термин тюркоязычные. Он считает, что тюркоязычные этот термин придумали нам враги. Тюркоязычные могут быть русские, немцы или негреговорящие на тюрском языке. А мы, тюрки, пишет Руслан. Сравните русские, это славяно-язычный народ. Нет, ну это просто, если это говорим на русском языке или говорим на английском языке, в зависимости от этого. Конечно, мы все тюрки. Это однозначно. Конечно, мы все тюрки. Но просто тюркский язык, например, анатолийский тюркский и азербайджанский, узбекский, казахский, в зависимости от удаленности анатолийской Турции и язык ассимилируется. Так же, как английский язык, например, в Лондоне и английский язык здесь в Вашингтоне. Поэтому, кстати, знаете, как называются? Американские английские, британские английские. Вот такого типа. А называют их англоязычные. Англоязычные страны, англоязычные страны. США, Канада, Австралия, Великобритания. Поэтому это чисто лингвистическая фраза. А не ищите черную кошку в темной комнате, тем более, когда ее там нет. Мы все тюрки, конечно, мы все тюрки. Мы все тюрки усиливаем свои позиции на геополитической карте мира. Раз эта структура будет... Есть форма, есть содержание по Платону, как я люблю все время приводить пример. Поэтому если форма объявлена, значит ее нужно наполнять каким-то содержанием. А что такое содержание? Политическая составляющая, экономическая составляющая, информационная, культурная, ну и, конечно, военно-техническая. Поэтому по мере укрепления этого политического института все остальные направления также должны будут усиливаться. И Азербайджан с Турцией это очень хорошо демонстрирует. Вопрос от Джорджета. Может ли Турция претендовать на цивилизационное лидерство в тюркском мире с учетом безграмотной и безответственной застройки несейсмоустойчивыми зданиями? Сравните последствия в Турции и в Алма-Ате и землетрясения. Кто может возглавить тюркский мир в цивилизационном смысле? Это все... Что за вопрос? Все в одну кашу. Значит, политический вопрос и землетрясение. Какая связь между политическим вопросом и землетрясением? Потому что если мы говорим о политической роли Турции, современной Турции, посмотрите на роль Турции и на влияние Турции на идущие процессы, даже на эту войну между Россией и Украиной. И с ролью Турции считаются и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве, и в Китае в том числе. Поэтому... А я уже не говорю про успехи Турции военно-промышленного комплекса и по многим другим направлениям. Сравните Турцию современную с Турцией, которая была 30 лет тому назад, и как много считались с той же Турцией. Много ли вы слышали про Турцию? Другое дело, проблемы, которые возникают в той или иной стране, в Турции, в том числе преграда строительства. И эти все ошибки, которые были сделаны, где их нет? Конечно, они есть, и это нехорошо. Но это не имеет никакого отношения к общественно-политическим процессам в этой стране. Кто будет сегодня спорить о том, что в мусульманском мире номер один демократическая страна Турция, лидер мусульманского мира в процессах демократии та же Турция. Нравится кому-то или не нравится? И что, Саудовская Аравия, страны Средней и Центральной Азии или Лига Арабских стран? Назовите мне одну страну, которая стоит на первом месте впереди той же Турции, я имею в мусульманском мире. Поэтому Турция сегодня является лидером мусульманского мира в вопросах демократии. В тюркском мире она точно так же, локомотив всего этого движения. И вообще организация тюркских государств, успех Азербайджана на Южном Кавказе. И вот то, что сегодня такие ведущие страны, как Тюркского мира, как Казахстан и Узбекистан на всех парах идут в этом направлении, развиваются точно так же, это в первую очередь благодаря лидирующей роли той же Турции. Есть еще ряд вопросов по теракту в Москве, но вы уже ответили. Батальмур задавал по поводу, просто прокомментировать, но вы прокомментировали это. Туркан Демир, тоже первый вопрос у нее по теракту. А вот следующий вопрос, очень интересный у нее. Может, сейчас не время об этом спрашивать, не по адресу, но все же, кто будет оплачивать убытый руку в Сиде, страховка, Москва или владельцы? Ну, я экспорт по международной политике, а это вопрос совершенно, это вопрос внутри политических работ, даже России. Поэтому, как можно отвечать на этот вопрос? Вот когда произойдет, тогда и увидим. Нет, ну, в общем-то, это вопрос больше к юристам, наверное. Я поэтому говорю, здесь это вопрос совершенно, особенно если это был бы вопрос в странах, где работает право, так скажем, да, юридическое право в том числе, это одно, а где работает телефонное право, и, так сказать, тема юриспруденции оставляет желать лучшего, поэтому все остальное были бы спекуляциями на эту тему. Я сказал, что личных вопросов не будет, это не совсем так. Про канал все-таки они будут, и есть вопросы, которые я бы обидел, почему, вот этим самым, почему нет. Это вопросы ко мне, я быстро на них отвечу. Почему нет экспертов в Армении, из Армении спрашивает, Актайхи, эксперты из Армении есть, к сожалению, мало, но их будет больше. Почему больше нет в эфире Агиля Рустамзаде и Гейдара Мирзаси, ему спрашивают, и про Гейдара Мирзаси спрашивает Нуран. Про Агиля я могу сказать, что он уже давно сказал, что он не может участвовать, потому что ему некогда. Что касается Гейдара Мирзаса, мы с ним очень близкие друзья, он на связи, у него замечательный проект сейчас вышел, и я вам рекомендую его на ТВС или канале. И, в общем-то, Гейдар, он активен, просто сейчас ему, вот в данный момент ему очень некогда, потому что новый проект очень загружен. Теперь вопрос к вам, уважаемый, личный такой. Уважаемый Рамин Смолин, я вам писал в мессенджер, но, увы, вы не увидели этого. Мне нужно найти кого-нибудь из Вайнштейна в Баку. Меня интересует Моисей Миша Вайнштейн, который воевал. С ним близко дружил наш родственник, погибший в той войне. Ищем форта, может, у родственников осталось. Помогите, пожалуйста, если что, в мессенджере напишите Ада Нариманова. Я ничем помочь не могу, я живу в Соединенных Штатах Америки, и им надо обращаться в Азербайджане, определенные структуры, которые могут с этим помочь. Я в свое время дружил с покойным Леонидом Моисеевичем Вайнштейном. Он был моим близким другом, царство его небесное. Он один из тех, кто основывал парня из Баку, первую команду КВН, и он ко мне в кабинет пришел. Я работал тогда в правительстве, и он пришел ко мне в кабинет с просьбой помочь новой команде «Парни из Баку». Я помню, я взял под шефство, доложил это президенту и получил полный карт-бланш. Команда «Парни из Баку», новый состав «Парни из Баку», где как раз играл в составе сын Леони Вайнштейна, Тимур Вайнштейн. Он там был на той же роли, что и его отец в свое время художественным руководителем. Насколько я знаю, он сегодня генеральный продюсер НТВ в России находится. Поэтому лучше обращаться туда, и они лучше могут сказать... Я почему этот вопрос сейчас включил? Я думал, что это ваши знакомые, поэтому... Ну, я просто поэтому говорю, что я нахожусь сейчас в США, тем более сказать трудно что-то, кто там живет, как там живет, я этого сказать не смогу. Поэтому вопрос не... Мой адрес просто... Ну, другое дело, мне приятно, что я в этой связи вспомнил Леоню Вайнштейна, достойного гражданина Азербайджана. Так как Леоня, бакинский еврей, говорил на азербайджанском языке, никто не мог сказать, что это бакинский еврей. Он как раз с Юлием Гусманом, они создавали вот эту знаменитую команду парня из Баку, которая победила Одесситов. Вот, и он имел непосредственное отношение вот к этой второй команде, потому что если бы он не пришел бы ко мне в команду, ко мне в кабинет, и тогда бы, может быть, тема парня из Баку в 92-м, 93-м году, в финале они опять же играли тогда уже с Арменией, и тоже стали чемпионами. Я счастлив, что я имел к этому непосредственное отношение, руководил всем этим процессом. А рядом со мной был покойный Леонид Моисеевич Вайнштейн. Ну и два последних вопроса. Один из них от крутого типа. Добрый день, как ваши дела? Хочу узнать у вас обоих, на каком языке вы думаете? Знаете, я когда разговариваю на азербайджанском языке, я думаю на азербайджанском языке. Когда говорю на русском языке, я думаю на русском языке. Когда разговариваю на английском языке, я не думаю на английском языке. врать не буду, потому что азербайджанский и для меня родной язык, и все-таки, когда ты, тем более, особенно, когда ты находишься в городе, или когда ты разговариваешь с кем-то, насколько я его уже знаю, и поэтому в зависимости от уровня знания языка это работает, поэтому на азербайджанском языке, я думаю, и на азербайджанском, и на русском зависит от того, на каком языке я говорю. Хотите, верите, хотите, нет, но вот абсолютно та же фигня, только у меня вместо азербайджанского грузинский. Абсолютно то же самое. Ну, вообще, когда человек разговаривает на языке, он невольно начинает на нем думать. Это нормально. Ну, и самый, пожалуй, сложный вопрос, который, не знаю, сможете ли вы ответить. Рамизму Алим, вы почему такой? И сердечко. Очень сложный вопрос. Мне трудно ответить на этот вопрос. Дайте, я подумаю, к следующей передаче постараюсь подготовиться. Спасибо за этот вопрос. Особенно за сердечко. Вопрос от Самиры. Большое-большое спасибо, Ремис, за очень-очень интересную беседу. Я думаю, что жанр, мне кажется, что жанр себя оправдал. Я думаю, что кстати, кстати, на этот последний вопрос я бы добавил бы еще слова великого Амара Хаяма. Много лет размышлял я о жизни земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последний секрет из разгаданных. Я думаю, лучше Амара Хаяма никто на этот вопрос не ответит. Большое вам спасибо. Это не ответ. Это продолжение того же вопроса. Ну, почему вы такой? Вот поэтому, я говорю, тысячу лет прошло, если по сегодняшний день великий классик так сказал. Я думаю, я полностью с ним согласен. Время покажет. Но опять же, большое вам спасибо за возможность пообщаться с нашей аудиторией. Вот. И мира нашим народам, мира нашей земле. Еще раз поздравляю. Дорогой мне Грузию, дорогой мне Сокартвелло с победой. Вот. И до следующих встреч. И я всегда готов. Ну, допустим, вы собираете время, мы договоримся раз в месяц или раз в два месяца, когда вы посчитаете нужным. Нет, нет, нет. Куда раз в два месяца? Раз в два месяца? Я имею в виду вот такого типа жанра. Раз в виду, ну, по минимуму, а то зрители заскучают. Они же вас любят. Ну, знаете, все хорошо в меру. Все хорошо в меру. Поэтому мы и делаем в меру. Огромное спасибо. Огромное спасибо за очень интересную беседу и огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова